Общеобразовательная школа и школа искусств. На 150 детей, спальные корпусы, столовая, спортивный зал и другие необходимые сооружения появятся на территории музыкального училища имени Федора Павлова в ближайшие три года. Правительство республики приняло решение построить там новую национальную школу-интернат имени Лебедева для одаренных детей. Прежний лицей имени Лебедева закрыли еще в сентябре прошлого года. Причина – старые здания 63-го года постройки не соответствовали ни пожарным, ни санитарным нормам. И капитальный ремонт там не проводился. По данным Минкультуры Республики рассматривался вариант реконструкции, но этот вариант оказался слишком затратным. Также предполагали строить и на улице Ярославской, и рядом с Республиканским училищем культуры. Но в итоге пришли к выводу, что самое подходящее место для новой школы имени Лебедева на территории музыкального училища Федора Павлова по Московскому проспекту. Будущее учебное заведение будет нетиповым образовательным учреждением, рассчитанным на 150 учащихся с первого по девятые классы. Оно объединит в едином образовательном пространстве общеобразовательную подготовку и многообразие художественно-эстетических дисциплин, соответствующих современным федеральным государственным требованиям. Основная миссия новой школы-интерната – поиск и выявление одаренных детей, помощь в их профессиональном самоопределении. И, конечно же, собираются сохранить традиции музыкального воспитания. Здесь будут продолжены традиции, заложенные в 1963 году основателями Чебоксарской школы-интерната номер 3 музыкального воспитания имени Лебедева, где воспитанники, кроме общеобразовательных, осваивали специальные дисциплины по программам детских школ искусств по двум направлениям – музыкальное и художественное. Общая площадь зданий новой школы-интерната составит 6000 квадратных метров. Ориентировочная стоимость строительства – 250 миллионов рублей. Проект начнут притворять в жизнь в 2014 году. А вот судьба здания Лебедева пока не определена. Экспертной комиссии города в течение ближайшего месяца предстоит решить, как быть дальше со старыми постройками интерната. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.